уважаемые друзья на связи роман душкин это канал душкин объяснить сегодня душкин будет объяснять криптографию криптография является основой информационной безопасности а информационная безопасность важная часть цифровой экономики потому что в цифровой экономике транзакции должны быть безопасны и вообще принцип информационной безопасности очень важно поэтому сегодня мы рассмотрим еще одну систему шифрования которая иногда встречается все еще я продолжаю обучать всех кто смотрит меня им мой поток по криптографии самым основным самым базовым системы криптографии для того чтобы каждый кто смотрит понимал как что лежит в основе самой основе основе современной криптографии потому что если я начну рассказывать про самые мощные системы там электрическую криптографию асимметричные системы и прочее прочее не понимая базу очень как бы сложно будет понять принципы криптографии принципы защиты информации поэтому давайте продолжим сегодня у нас еще одна еще одна криптографическая система пропорциональный пропорциональный шифр пропорциональный шифр снова расскажу историю о том как я придумал его сам и собственно как-то раз запрограммировал если вы смотрите меня впервые попали на это видео при помощи поиска или чего-то такого по рекомендации то рекомендую вам обратить на плейлист на моем канале душкин объяснит криптографию и одно из предыдущих видео было о еще одном шифре много много алфавитной замены прям так и называется еще одна много вагитная замена или как это называется поле алфавитный шип сегодня мы будем заниматься именно пропорциональным что значит пропорциональность этот шифр полностью исключает атаку по частотность то есть помните частотный анализ у нас есть частотный анализ который позволяет позволяет взломать шифра простой замены и много алфавитные шифры полиалфавитный шип который даже вот тот самый поле алфавитные вещи про coses можно ли придумать какую-то систему которая будет Абсолютно устойчиво к частотному анализу. Потому что частотный анализ – это достаточно распространенный метод атаки на шифросистемы. Конечно, если мы используем современные шифросистемы, то никакой частотный анализ не поможет. Но если мы следуем доктрине Россиньоли, про которую я говорю в один из следующих разов, то нам не стоит брать очень сложную систему сшифрования, и мы можем быстро зашифровать какой-то текст для того, чтобы передать его своему контрагенту в секретном виде. И вот пропорциональный шифр – это один из важных шифров, который даже сегодня можно использовать для того, чтобы быстро шифровать и расшифровывать, но при этом для частотного анализа он будет недоступен. Итак, вспоминаем основной принцип вот этой самой еще одной полиалфавитной замены. У нас есть алфавит. Так, и каждому символу нашего открытого алфавита мы сопоставляем шифровый алфавит. Шифровый алфавит номер 1, шифровый алфавит номер 2 и так далее, номер N. У нас N шифровый алфавит, поэтому N полиалфавитная. полиалфавитная система но вспоминаем метод частотного анализа у нас есть гистограмма частот и у нас есть самый частый символ в русском языке это пробел второй по частоте символ в русском языке это буква о 3 по частоте символ в русском языке это буква а и так далее какая-то гистограмма на в русском языке и в большинстве языков мира выглядит вот так вот вот такая вот кривая и последняя буква в русском языке твердый знак насколько и теперь смотрите интересную фишку вот у пробела есть некая частота назовем ее f пробел а f буква а и так далее f твердого знака это конкретные букв конкретные цифры если вы мне позволите я сейчас знаете даже зайду в интернет и посмотрю частотность частоты символов русского алфавита собственно если мы посмотрим картинки здесь 100 грамм и 100 грамм нету но вот допустим картинка и она такая у буквы о почти 11 процентов буквы о на 10 и 9 процентов буквы а 872 872 процент у твердого знака я прошу прощения нет не так вот так буква о 9 процентов на втором месте у нас буква е буква е 7 и 2 процента на третьем месте буква а частота буква а у нас 6 6 и 2 процента этого нам будет достаточно вот смотрите основная идея что если сделать количество шифра алфавита которые у нас есть для для всех наших букв не одинаковым для каждой буквы а разным для каждой буквы и количество шифра алфавита количество шифра алфавита которые задействованы для буквы пропорционально чистоте встречаемость этой буквы в корпусе текста и для буквы о у нас будет 9 символов для буквы е 7 символов для буквы а 6 символов чувствуете идею то есть мы для буквы а сделаем 6 символов разных допустим это 53 72 81 9 1 2 3 4 да 17 и 21 вот эти вот неповторяющиеся числа будут обозначать букву а буква е у нас получается 7 символов буква е будет 71 70 допустим 95 допустим какой-нибудь символ 54 44 и 37 38 чтобы не мудросты да вот у нас всего 6 букв шифра букв да а здесь у нас 7 шифра букв ну и так далее для каждого символа у нас вот такое число символов понимаете а если мы обозначим обозначим буквы а к допустим количество букв то к некоторые буквы x деленные на частоту этой буквы x приблизительно равна константа это важное свойство пропорционального шифра вот здесь пропорция к деленные на f то есть количество шифра алфавитов используемых для какой-то буквы пропорционально частоте этой буквы в корпусе языка и когда мы шифруем какой-то текст давайте мы возьмем опять наш текст и назовем его глокая кудра да то когда нам попадаются буквы вот допустим буква а у нас здесь 6 букв мы кидаем кубик из с шестью гранями и убираем допустим вот это 72 вот это а становится 72 когда мы доходим до этой а мы кидаем кубик и допустим получаем 9 это а получается 9 поэтому важно что все символы входящие во все шифры алфавиты для каждой буквы открытого текста а и должны быть разные они должны дифференцироваться друг от друга и что получается мы имеем шифр текст зашифрованный таким образом и получается такая технологическая магия если мы применим частотный анализ здесь гистограмма получится у нас какая подумайте а я ее сейчас нарисую возьму новый фломастер допустим и вот здесь нарисую гистограмму символов подумали если вы сказали что у нас равномерное распределение символов ну практически равномерно то вы правы это будет 0 1 2 3 4 5 и так далее до допустим 99 если мы возьмем 100 символов потому что 100 очень хорошо ложится на проценты и сделаем шифра буквами числа от 0 до 99 и распределим их по пробелу а о и так далее вот таким пропорциональным образом то зашифровав достаточно большой кусок текста мы сможем получить гистограмму которая равномерно распределяет все эти 100 символов вы можете попробовать сделать главное при шифровке выполнять вот это вот рандомность бросков то есть когда у вас повторяются буквы вы выбираете случайным образом шифра букву из вашего множества шифрового вида и таким образом гистограмма гистограмма шифра текста получается абсолютно такой равномерный ну плюс-минус там эти маленькие девиации они ни на что не влияют и когда шифроаналитик применяет метод частотного анализа к шифроалфавиту да зашифрованному по системе пропорциональной замены ему просто не за что зацепиться все цифры равномерно распределены все буквы шифроалфавита все символы шифроалфавита абсолютно равномерно распределены это первый шифр такого свойства который мы с вами изучаем и все хорошие шифро шифровальные системы отличаются именно этим свойством что если мы применяем метод частотного анализа то все шифро буквы получают примерно одинаковые частоты и зацепиться не за что и метод частотного анализа не работает вот такая штука мне однажды удалось взломать взломать шифрограмму зашифрованную методом вот такого пропорционального пропорциональной замена а как это было сделано вы можете посмотреть на моем канале в видео которое можете найти у меня на плейлисте Душкин объяснит искусственный интеллект про генетический алгоритм или просто найдите в гугле в ютубе видео Душкин объяснит как взломать шифр пропорциональной замены при помощи генетического алгоритма ну я в следующий раз расскажу как это сделать но без истории все на этом все благодарю за внимание с вами был Роман Душкин до новых встреч пока до новых встреч 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 до новых встреч